Добрый день, уважаемые гости мероприятия! Очень приятно, что зал почти полный, что такой большой интерес у нас к Китаю и в том числе к нашему мероприятию. Я бы хотел начать слово с благодарности не только вам, что вы пришли послушать нас, но и с благодарности Андрею Ильичу Фурсову, который передо мной выступал. Мне кажется, что Андрей Ильич, без поддержки которого в том числе и моя исследовательская деятельность была бы трудноосуществима, он создает фактически в мире, который полон информационного шума, адекватную картину для понимания нового мира, который вступает в очень серьезный кризисный этап своего развития. Хочу продолжить выступление Андрея Ильича и заострить внимание на проблемах современного востоковедения, а именно то, что Андрей Ильич подчеркнул очень важный факт, что еще какие-то 200 лет назад Китай составлял примерно половину ВВП мира. И этот факт, он от нас ускальзывает, и сейчас ситуация меняется снова, она возвращается на круги своя, а востоковедение у нас осталось прежним. То есть востоковедение у нас остается, скажем так, предыдущей школы. Оно изучает Восток и Китай в частности, как некий объект действия западных сил. Но сегодня и Китай, и Индия, и Иран, и Турция сущностно поменялись. Они представляют собой уже больше не объект действия западных сил, а субъект действия. И то, что мы видим сейчас по действиям и от Турции до Китая, говорит нам о том, что более Восток не является настолько зависимым от западной системы и действует самостоятельным, идет самостоятельным путем. Но востоковедение, которое у нас существует сейчас в России, в частности, оно изучает Восток как некую функцию от Запада. Это в корне неправильно. И вот это вот наше мероприятие сегодня – это шаг в сторону создания альтернативы для Востоковедения. Я очень благодарен вам, что вы присутствуете, что вы внесли свою лепту в создание этой альтернативы для Востоковедения. И мы дальше продолжим наше мероприятие, будем собираться. И будем изучать Восток, какой он есть, современный, субъектный Восток, который является независимым игроком на международном пространстве. Андрей Ильич очень важную вещь сказал, что на Западе очень сильно изучают Китай. И китайцы, имея тесные связи с Британией, я тоже хочу эту мысль продолжить, он упомянул о Тайпинском восстании, которое унесло в середине 19 века. Задумайтесь, 60 миллионов человек погибли во время Тайпинского восстания в Китае в 19 веке. Больше, чем во время Второй мировой войны, никто об этом не говорит. Но Андрей Ильич очень важную вещь не сказал, мне кажется, что я просто дополню его, что организатор Тайпинского восстания, Хун Сю Цюань, это был христианин, протестант, крещенный британским проповедником. И тут британское Востоковедение, оно, конечно, сильно дало фору нашему российскому, и я думаю, что у товарищей на Западе есть чему поучиться. Теперь я скажу пару слов о себе. Сейчас Китай – это очень популярная тема, сейчас модное слово «хайп». Все пытаются хайпиться на Китае, то есть там уже американисты заделываются китаистами, и все, кто просто даже не бывал подчас в Китае, начинают рассуждать о Китае. Я хочу просто пару слов сказать о себе, два больших отличия, которые, ну, скажем так, меня как исследователя отличают от значительной массы публичных востоковедов, которые высказываются, ну, либо где-то на Ютьюбе, либо в публичных мероприятиях. Первое важное отличие. Я прожил 10 лет в Китае, и я прожил с юга на север в пяти разных провинциях по несколько лет. То есть мне известно, как в Пекине люди живут, как они общаются, на каком языке говорят, какие у них взгляды на те или иные проблемы, и как люди живут в том же Гуандуне, в котором на 2,5 тысячи километров южнее, чем Пекин находится. То есть я живу в пяти провинциях, и у меня есть полное понимание и диалектного отличия китайцев, и культурного, и исторического, и так далее. Я не хочу сказать, что это исчерпывающее понимание, конечно, мы еще будем дальше углублять наши исследования, и так далее. Этому посвятим свои годы исследований. Но такое отличие есть. И второе важное отличие. Большинство публичных востоковедов, которые сегодня высказываются по тем или иным вопросам, работают в одной сфере. Например, это академическая сфера. Это преподаватели, которые обычно дальше сферы образования не выходят. Они не знают ничего не о производстве, а об устройстве государственного аппарата. Они ничего не знают об устройстве медиа. Я работал и в государственном аппарате, и в государственной китайской корпорации Синьхуа, и на производстве, и на экспорте, и более того, продолжаю работать в этих четырех сферах. Образование, медиа, государственная служба и производство. То есть у меня есть полное понимание, что если сейчас государственное агентство Синьхуа говорит, что китайское производство восстановилось. Нет, оно не восстановилось, потому что мои знакомые с фабрик, мои знакомые, которые работают регулярно на китайском производстве, они мне говорят совершенно о другой картине. И у меня есть точное понимание, что происходит в Китае. Производство не восстановилось, как в той же слухе, когда пошел коронавирус, что чуть ли там не мертвых увозят с улиц. Мои знакомые в большом огромном количестве по всему Китаю говорят, никого с улиц не вывозят, это просто грипп. Никто не умирает, никто из наших знакомых не умер. Поэтому вся вот эта паника, вся вот эта истерия, которая связана с коронавирусом, я совершенно точно могу говорить, что это все надумано, это миф, это фейк. И здесь очень важную вещь, вот Андрея Ильича спросили, а что вы думаете о том, что было 7,5 тысяч лет назад? То есть очень сложно рассуждать о том, чего ты не знаешь. А я вам скажу, как человек, который с госструктурами китайскими работает, подчас не знаешь, что у тебя за стенкой в кабинете, какой заговор плетут. А тут уж говорить о том, что 7,5 тысяч лет назад было очень сложно. Поэтому о Китае надо рассуждать, используя только факты. Только факты и опираться на мнение тех людей, которые либо там жили, либо общаются с китайцами, неважно на каком языке, на английском, на китайском или на русском. И учитывать, принимать во внимание тех, кто говорит по-китайски. Но у тех, кто говорит по-китайски, есть небольшое свое, так сказать, отклонение. Они очень сильно подвержены тому, что сами китайцы им сообщают, и воспринимают это как последнюю истину в последней инстанции. А китайская культура, в отличие от западной культуры, это культура умолчания. Язык используется для того, чтобы вести у вас заблуждение, а не для того, чтобы вам сказать правду. Нас для этого не понимают, мы должны это понимать, что китайцы публично делают заявление только для того, чтобы достигнуть каких-то своих интересов, а не для того, чтобы вам заявить, как оно на самом деле. Это культура умолчания, это всегда то, что у нас должно быть, мы должны принимать во внимание, когда мы работаем с Китаем. Я постараюсь достаточно уложиться в короткий промежуток времени, чтобы больше времени осталось на вопросы. Хочу вам сказать о том, что сейчас происходит в Китае по коронавирусу. Действительно, это обычная эпидемия гриппа. Она для Китая стала типичной. Уже на протяжении 20 лет, каждый год в Китае происходит эпидемия. Я сам жил 10 лет в Китае, в эпицентре всех эпидемий, в Гуандуне, на юге, в провинции Фудзянь, Жидзянь. Я видел, как люди защищаются от эпидемии. И поверьте, для Китая это нормальная ситуация. И единственная причина, почему паника началась, это действия региональных властей. То есть китайцы, когда смотрели на данные о том, что сколько человек погибло, я вам хочу просто привести цифру для сравнения. В Китае от ДТП каждый день погибает 300 человек. Просто от ДТП. Но никто же не закрывает автострады, не отменяет автомобильный транспорт из-за того, что 300 человек погибло от ДТП. А у нас за всю эпидемию до сегодняшнего дня погибло 3200 человек. То есть китайцы, паника среди китайцев началась только по одной причине. Это мэр города Ухань принял самостоятельное решение без оглядки на ЦК заблокировать крупнейший транспортный узел. После этого все население Китая решило, что что-то нешуточное происходит в Китае. То есть именно этот факт блокирования города лежал в основе панических настроений, как в Китае, так и сегодня в мире. И сейчас власти СМИ Западной Европы говорят о том, что пора бы нам перенять китайский опыт и начинать радикально реагировать на коронавирусную ситуацию. Мы должны понимать, что сейчас происходит. Если это не вирус, то что тогда происходит? Что тогда используется для прикрытия? Зачем используется это на раздувание паники в глобальном масштабе? Хочу очень интересную аналогию вам привести. Дело в том, что когда началось обрушение фондовых рынков в 2001 году, было использовано, скажем так, произошел теракт в Нью-Йорке 11 сентября. Сегодня что мы наблюдаем? Мы наблюдаем очередной масштабный кризис рыночной системы или капиталистической системы на наших глазах, которые пытаются прикрыть коронавирусом, то есть банальной эпидемией гриппа. Почему? Почему не просто не сказать людям, что у нас очередной экономический кризис, что рушатся фондовые рынки, что капитализм испытывает очередной кризис? Мне кажется, что здесь очень интересное объяснение, и оно достаточно лежит на поверхности. Когда распал Советский Союз, когда система мирового капитализма смогла протянуть еще 10 лет на том, что включала свой состав в свои рынки, бывший Советский Союз, Китай и социалистическую систему, никто не говорил о кризисе капитализма. А сейчас, когда рынок достиг своего предела, когда капиталистическая система больше не может расти, у нас появляется только одна альтернатива для дальнейшего развития. Это социалистическая альтернатива без кризисного планового развития. Но если мы сейчас открыто объявим, что кризис капитализма, а он сейчас окончательный, произошел, то тогда надо будет объявить о том, что существует единственная альтернатива, социалистическая альтернатива развития. Никто не может сейчас объявить открыто о том, что эта альтернатива существует. Поэтому населению, как и в 2001 году, выдают глобальный экономический кризис как кризис какой-то ситуативный террористический акт или глобальная эпидемия какого-то неизвестного гриппа, от которого, извините, умирают доли процента. Если мы будем сравнивать это с туберкулезом, с тем же СПИДом и с чем-то еще, у нас просто удивление вызовет, что это за вирус такой, за которого надо половину Италии закрывать, закрывать Соединенные Штаты, отменять выборы Великобритании. То есть речь идет о очередном, и, мне кажется, последнем, таком крупном кризисе капиталистическом, который невозможно объяснить никаким другим способом, как сказать открыто, что капитализм себя исчерпывает, и существует альтернатива для капитализма. Вот это очень важная вещь. И это нас нынешний 2020 год роднит с 2001 годом. Теперь непосредственно к угрозам, которые несет Китай. В связи с тем, что я только что сказал, мне кажется, я хочу заострить внимание, что на фоне большого количества мнимых угроз, это, например, угроза войны с Китаем прямо сейчас, прямо сейчас это невозможно, потому что у нас очень тесное взаимодействие идет на уровне военно-технического сотрудничества с Китайской народной республикой, с Народно-освободительной армией Китая. Эта угроза не существует в перспективе ближайших пяти лет и других мнимых угроз. Я хочу обратить внимание на очень важную угрозу, идеологическую. Дело в том, что все современное востоковедение и вся современная политика экономическая или социально-экономическая мысль России апеллируют к опыту китайского экономического чуда. То есть нам в России говорят, Советский Союз рос по 10% в год. Ну что вы, а существует Китай, который растет по 12% в год? Давайте обратимся к опыту Китая, к его экономическому чуду, к Дэн Сяопину. А что такое Дэн Сяопин? Дэн Сяопин – это новая экономическая политика, это НЭП китайский, это система рыночного социализма, которую ввел Дэн Сяопин. По сути дела, он под флагом Красного Китая развернул в Китае действия капиталистических принципов, то есть принципов развития народного хозяйства на основе извлечения прибыли. И наша социально-экономическая мысль, наши лидеры общественного мнения постоянно апеллируют китайскому экономическому чуду. То есть нам пытаются все время сказать, что мы не должны развиваться социалистическим путем, мы не должны использовать опыт планового хозяйства, потому что у нас есть китайское экономическое чудо, где масса свободного предпринимательства, масса прибыли, и вот Китай развивается. То есть идеологическая угроза, которая идет от нынешнего курса Китая, самая сильная, она влияет на наши позиции, именно тех, кто считает важным развитие именно социалистического курса в современной России. Нам все время говорят, что вот Китай – свободное предпринимательство, и мы должны апеллировать к этому опыту, как китайскому чуду. Но чудо ли произошло в Китае? К чем пришел Китай спустя два поколения развития китайского НЭПа? Во-первых, уничтожен человеческий капитал. Одна семья, один ребенок. Огромная масса пожилого населения давит сегодня на Китай. Каждый китаец в городе, мужчина-китаец должен кормить свою семью, семью своей супруги и собственного отца и мать. То есть огромное демографическое давление на Китай. Это политика «одна семья, один ребенок», который вел Дэн Сяопин, апологет рыночного социализма. 4% китайской земли пригодна к обработке. Уничтожено сельское хозяйство Китая. Китай – лидер по туберкулезу. Китай – лидер по гепатиту. Китай – лидер по онкологическим заболеваниям. Мне хочется задать вопрос. Ради этого ли отдавали свои силы два поколения китайских граждан? Для того, чтобы Соединенные Штаты Америки надули свой финансовый пузырь, чтобы 100 миллионов китайских горожан жили в квартирах, а остальные миллиард 300 миллионов китайцев влачили жалкое существование без обеспеченного и стабильного будущего. Это итог китайских реформ. И сегодня, когда китайский ВВП будет рушиться в пропасть, а он будет рушиться в пропасть, внутри китайского руководства возникнет вопрос. А тем ли курсом мы шли последние два поколения? И как следствие в России тоже возникнет вопрос. А тем ли курсом нас заманивали идти тем курсом, который мы идем сейчас? Так уж ли чудесно было это чудо? И какого характера имеет чудо китайского нынешнего рыночного социализма? При том, что в Китае до смерти Сталина Китай шел путем планового социализма и развивался темпами 12% роста ВВП в год, который был свернут вначале группой проамериканской Лю Шао Ци, а потом Китай был ввергнут в культурную революцию. То есть социалистический путь, сталинская модель была свернута в Китае, и нынешний кризис порождает в китайском руководстве новую острую дискуссию о том, к какому курсу пойти. Пойти ли по курсу, скажем так, левацких настроений, по пути Тяньань-Мэнь, то есть путем такого примитивного социализма, социал-популизма, который у нас в России тоже существует, дальше продолжить рыночные реформы, или пойти срединным путем здорового, экологичного, с учетом интереса всего общества, путем плановой экономики. И можно сделать по определенным высказываниям действиям группы Си Цзиньпина вывод о том, что Си Цзиньпин представляет как раз вот такую вот группу, которая пытается пойти именно центральным путем, срединным путем именно восстановления той плановой экономики, которая была, создавалась при его отце, Си Цзиньсюне, который состоял в группе Гаугана и был поддержан Советским Союзом и лично Сталином. То есть эта идеологическая угроза, я считаю, она у нас в приоритете при изучении Китая. То есть мы должны трезво смотреть на Китай, трезво смотреть на успехи его экономического чуда, точнее успехи в кавычках. Что касается военной угрозы. Действительно, Китай обладает самой крупной и сильной сухопутной армией в современной Евразии. Ему может противостоять по количеству наземных вооружений только Республика Индия. Естественно, что при военном столкновении именно конвенциональными вооружениями Российская Федерация, разумеется, проиграет приграничные бои Китаю. Но у нас есть ядерное оружие. То есть, когда мы говорим о прямом столкновении с Китаем, мы всегда должны понимать, что оно для Пекина плачевно. Пекин будет уничтожен. Поэтому реально военного столкновения с Китаем быть не может. Но я хочу обратиться к очень важной мысли, о которой Андрей Ильич сказал, что сейчас в Китае огромное население, недостаток ресурсов. Я хочу просто дополнить его. У нас есть важная цифра, о которой мы забываем. На 2020-2021 год в китайском населении, в демографии, будет пик мужчин в возрасте 18-21 года, которые не могут себе найти спутника в жизни. То есть, гендерный дисбаланс в китайском обществе составляет от 30 до 60 миллионов человек. То есть, на 30-60 миллионов мужчин в китайском обществе больше, чем женщин. И вот именно на 2020-2021 год придется тот пик, когда в китайском обществе будет очень много молодых мужчин, которые готовы к такому, скажем так, у которых есть достаточно много энергии, но которые не могут найти себе ни работу, ни семью, ни образование. И у Китая действительно есть два пути, как эту огромную массу людей направить в какое-то русло. По моему мнению, тут может быть либо два пути. То есть, первый путь – это оранжевая революция, когда эти студенты выйдут, а они могут выйти и по пути 1889 года пойти и разрушить Китай. И второй путь – это война. Но война в каком направлении? Если мы будем изучать Си Цзиньпина, его стратегию военную, то для нас очевидным будет, что сегодня вектор китайской экспансии направлен в Южно-Китайское море. То есть, для нас это максимально комфортный, лояльный и удобный лидер. И когда Си Цзиньпин пришел к власти, первое свое военное посещение – это был Гуанчжоуский военный округ. Он посетил Гуанчжоу, а Гуанчжоу – это как раз военный округ, который занимается направлением Южным в Китае. Появились новые карты КНР. На картах до Си Цзиньпина были изображения Китая и небольшой такой кусочек. Рядом в правом нижнем углу было Южно-Китайское море, такой аппендикс при Си Цзиньпине начали печатать огромные карты, где все Южно-Китайское море, это Средиземное море Азии, было изображалось как Китайское. То есть, китайский вектор экспансии сегодня – это Южно-Китайское море. По целому ряду причин, я не хочу сейчас заострять внимание, но это далеко не Сибирь, далеко не Дальний Восток. При этом мы должны понимать, что проамериканские оппоненты Си Цзиньпина в лице Коммунистического союза молодежи, Китая, Комсомола, у них совершенно другой вектор. Их вектор как раз – это северные территории. И если мы будем анализировать ряд губернаторов из этого проамериканского блока, в том числе бывшего губернатора Хайлунзиана, Лу Хао, который сейчас министр природных ресурсов, действительно при нем было предпринято ряд провокационных действий. В отношении Амурской области, когда он был губернатором Хайлунзиана, были переименованы города, в частности, город Айхуэй был переименован Вайгунь в честь, точнее, в кавычках, в честь отторжения России территории по Пекинскому договору 1858 года. В приграничных городах с Хайлунзианом при этом губернаторе вышло отдельное постановление, что можно рожать без штрафа трое детей. То есть это именно при комсомольском губернаторе, который был генеральным секретарем коммунистско-комсомольской организации. То есть проамериканские силы в Китае существуют и существует вероятность того, что они придут к власти. Но пока Центральный комитет, Центральный военный комитет возглавляют силы лояльные Российской Федерации, такой угрозы не существует. Если в Китае произойдет смена режима, смена власти, тогда уже нужно будет организовать нам еще одну встречу, и мы уже будем говорить о, скажем так, изменении военно-политической ситуации. Как правильно сказал Андрей Ильич, наш поезд всегда должен стоять на запасном пути, бронепоезд, но я не призываю сейчас снять, значит, кордоны с российских границ, но я призываю сейчас трезво смотреть на ситуацию. Россия не может сопротивляться угрозам с двух флангов, из западного и с восточного. И те, кто нам сейчас говорят о китайской угрозе, они преследуют цель того, чтобы с западного фланга на западном фланге мы сдались и начали бы работать на восточном фланге. Я не знаю, что сейчас больше представляет угрозу. Китай, который обрушился во время коронавируса, или 50 тысяч человек во время учений НАТО, которые сейчас разворачиваются в Польше, в Прибалтике и в Германии. Мне кажется, что ответ лежит на поверхности. Но вот как раз апологеты китайской угрозы, которые нам все время говорят об этой угрозе, они работают как раз на наше, скажем так, поражение на западном фронте. Что касается экономической угрозы, действительно, наша торговля с Китаем возросла последние несколько лет, около 10 лет, у нас возросла торговля, возможно, в 3-4 раза. Но является ли эта целенаправленная политика Китая затянуть нас в какой-то азиатский капкан, скажем так, подчинить нас экономическими методами? Мне кажется, что отчасти действительно китайцы работают с мягкой силой и пытаются использовать рычаги торговли, туризма, образования для того, чтобы сделать из нас, скажем так, лояльного союзника во время своего возможного противостояния с Западом. С другой стороны, есть объективный факт, что у нас из пяти крупнейших экономик в 2020 году три являются азиатскими. То есть, первая экономика США, вторая Китай, третья Германия, четвертая Япония, пятая вот в этом году обошла Великобританию, стала Индия. То есть, у нас можно говорить о том, что Восток, как и 200-300 лет назад, снова стал центром экономической жизни всей планеты. И, естественно, что Россия, обладая границей с Азией, ну, примерно 10 тысяч километров, не может быть вне орбиты этого экономической интеграции. И здесь, скорее всего, угроза состоит не в том, чтобы мы, скажем так, слишком сильно интегрировались в Китай, а интегрировались бы не по своим правилам, не по своим механизмам, и выгода в этой интеграции бы осталась на китайской стороне. Но, к сожалению, с нынешним уровнем востоковедения именно актуально востоковедение, когда все востоковедение свелось к тому, что китайский опыт хорошо, китайцы развиваются без проблем, и нам надо перенимать их опыт с таким достаточно примитивным подходом. Конечно, интеграция не может идти быстро, и особенно мы не можем переигрывать наших китайских партнеров и получать больше выгоды от взаимодействия. Ну, кстати говоря, по поводу востоковедов. Не всегда человек с восточным языком является востоковедом. Зачастую это может быть просто рецепиент из восточной информации, переводчик, человек, который читает, но не понимает, что написано. Как говорил знаменитый царский академик востоковед Васильев, читая китайские тексты, хорошо бы не только понимать, что там написано, но и понимать, что хотели китайцы сказать этими текстами. К сожалению, не все востоковеды обладают этим знанием, и это знание не растет. По поводу одной важной угрозы, кроме экономической, существует экологическая угроза от китайцев. Дело в том, что почти каждый третий комментарий под какой-то статьей или выступлением о Китае звучит так. Китайцы вырубили наш лес, сожгли наши почвы и скоро выпьют Байкал. Ну, в каком-то смысле люди правы, потому что экспорт российского леса направлен в Китай, и действительно сейчас не только экспорт леса, но и наращивается экспорт продуктов питания в Китае. Но просто здравый смысл нам говорит о том, что действительно реально лесной отраслью на Дальнем Востоке и в Сибири занимаются сами русские люди. То есть они сами участвуют в этом хозяйстве, и просто физически российский лес невозможно вывозить никуда, по экономическим причинам, кроме как в страны Восточной Азии и Сибири. То есть он просто будет, скажем так, станет невыгодным вообще заниматься этой отраслью, если экспорт будет направлен в страны Европы. А люди, которые там задействованы в Дальнем Востоке и в Сибири, а это несколько сот тысяч человек, они останутся просто без работы. То есть здесь надо решать не на китайском уровне проблему, а на своем местном уровне. И работать с местным, Дальним Востоком, с местными компаниями, а не с китайцами, и там бить им по рукам, и предпринимать такие странные действия. По поводу воды в Байкале разгорелся скандал. Я просто человек, который занимался непосредственно экспортом воды, практически невозможно экспортировать воду в Китай. И я посчитал это большим успехом, что мы вообще могли бы экспортировать воду в Китай. Но появились такие доброжелатели, которые этот экспорт воды прекратили. То есть всегда, когда мы говорим о китайской угрозе, нам надо включать здравый смысл и понимать, о чем идет речь. Что касается последней, такой вот популярной, среди списка угроз, популяционной угрозе. В прошлом году впервые в Шанхае было зафиксировано убыль населения. То есть в Шанхае население стало уменьшаться. В этом году в Пекине зафиксировали убыль населения. По оценкам официальных демографов китайских в Китае будет нулевой прирост населения в 2035 году. По оценкам неофициальных американских исследователей в прошлом году впервые был зафиксирован отрицательный прирост китайского населения. То есть китайцы стали сокращаться. Это, конечно, звучит дико немыслимо, что те, кто нас пугали всю жизнь, что они нас заполонят, их население стало сокращаться. Реально вопросами такого популяционной угрозы можно будет говорить, если в Китае начнется эпоха нестабильности. То есть если какие-то части китайского государства окажутся в ситуации существенно социально-экономического кризиса, например, в северо-восточной Китае, а это самая депрессивная территория, там проблемы у угольщиков, проблемы у нефтяников, проблемы у целого пласта населения. Действительно, тогда 120 миллионов китайцев на северо-востоке Китая, приграниченные с Россией, будут представлять собой то же самое, что представляет сейчас Сирия до Ближнего Востока. И, конечно же, мы в первую очередь столкнемся с этой проблемой. Но пока Китай относительно стабилен, мы не можем говорить об этой проблеме. Но как только Китай начнет скатываться в нестабильность, северо-восточный Китай станет очагом террористической и иной нелегальной активности прежде всего для Дальнего Востока Российской Федерации. Это практически никто не озвучивает, но такая проблема потенциально самая большая для нас. Хочу закончить свое выступление. И мне кажется, что противоядием от всех этих угроз является наша дальнейшая правильная, скажем так, модное слово используя, экологичная интеграция с Китаем. Чем больше у нас товарооборот, чем больше у нас связей на уровне научного сообщества, образовательного, политического, тем меньше вероятность того, что реализуется мечта западных держав, то, что Китай и Россия будут воевать. Поэтому вот наша встреча, она направлена на то, чтобы нас лишить этих мифов, разобраться в Китае и действовать с выгодой для себя, в первую очередь, в отношении с китайцами. И мне кажется, что это нас многому научит, потому что китайцы – это очень такие сложные люди, если они враги, и достаточно так же непростые, если они друзья. В любом случае, интеграция с китайцами – это очень не только, ну скажем так, правильный процесс, но и неизбежный, потому что все-таки экономическая активность, мировая, социальная, как следствие и научная, будет перемещаться все-таки в сторону Восточной Азии. По поводу интеграции будет следующая лекция завтра. Будем более подробно об этом общаться. Спасибо большое. Вопрос практически сугубо в связи с вот этим коронавирусом. У нас во всем фронтам нагнетается паника. Вы говорите, что невозможно понять, что на самом деле правда нет в словах китайцев, но у нас есть слова Европы, европейцев, там, что вот в Италии, там 12 тысяч заболевших на сколько, на 78 миллионов населения. Все работает на панику, понятно. В связи с этим контрастно выглядит Россия, где случаев заболевших, ну как скажем, в Индии или в Вьетнаме очень мало. Отсюда возникает настроение, что у обывателя, что нас обманывают, нас скрывают, что-то там, эти коронавирусные, такие-то изоляторы в Архангельске, и все такое. Вопрос практически первый. Что сказать обывателю, так, буквально там в паре предложений, чтобы его успокоить, чтобы он не подавался в панике. И второй вопрос, как следует относиться к сообщениям, что вот Си говорят ненастоящий уже какое-то время. Спасибо. Значит, то, что Си Цзиньпин ненастоящий, никак не могу комментировать, потому что очень много слухов постоянно ходит о том, что он то на публике вот не появлялся, то там хромает или очень сильно у него подожатнулось здоровье. Ну, он появлялся в Ухане, не знаю, настоящего Си Цзиньпина я не видел, я видел его заместителя, Ван Сишани, который его сопровождал во время визита в Петербург. Мне кажется, что очень сложно комментировать, так же, как и с историей, что было 7,5 тысяч лет назад. По поводу коронавируса, его нету не только в России, ну, как нету, то есть минимальные случаи, его нет в Казахстане, совсем чуть-чуть случаев, а у Казахстана, поверьте, контактов с китайцами в разы больше на уровне человеческом, чем в среднем у России. Его нет почти в Индонезии, его нету в Иордании, где огромная китайская община, в Алжире, его очень много где нету, где есть китайцы. То есть, в данном случае паника по коронавирусу используется, мне кажется, властями Италии и других европейских, и американских, ну, в том числе, и Великобритании, властей для того, чтобы просто, скажем так, в ситуации эпидемии достигать своих политических или экономических целей. Что сказать обывателю, ну, что это обычная эпидемия ОРВИ, и, кстати говоря, в России она начинается из-за того, что коммунальные власти заранее понизили температуру в квартирах, я это ощущаю по своей квартире, и все люди просто начали чихать из-за того, что температура на улице осталась, а в квартирах понизили в принципе среднюю температуру. Вот, собственно говоря, то, что способствует реальной эпидемии ОРВИ. Не поддаваться слухам, вот так вот, я бы так сказал, обыватель. Николай, здравствуйте, занимаемся международными перевозками, и вот хотел бы немножко тему раскрыть по поводу экспорта, вы немножко затронули про воду. Вообще, какие перспективы, насколько наша страна, да, готова к экспорту, и можем мы как-то хотя бы какой-то баланс выстроить, я понял. Вообще, это то, что я заготовил на следующую лекцию, на завтра, но я могу сказать сразу, что Россия и Вьетнам это две страны, которые стали самыми крупными выгодополучателями от нынешнего кризиса в Китае. То есть, наш товарооборот увеличился, несмотря на кризис, когда у всего Китая он упал на 10-15%, у нас и у Вьетнама он увеличился, более того, экспорт из России и Вьетнама увеличился на четверть. То есть, мы стали по политическим причинам самыми большими выгодополучателями от нынешнего кризиса и китайские компании с нами контракты не разрывают в то время, когда они разрывают контракты с американцами. То есть, американская торговля упадет в этом году еще на 15% с Китаем, наша вырастет на 10-15% и мы столкнемся с небывалыми показателями, что российско-китайская торговля будет составлять одну треть от американской. Конечно, это наше влияние будет расти. Что касается нашей возможности к экспорту в Китай, проблема в том, что у нас промышленность уничтожена последние 30 лет. У нас просто нет промышленности, у нас нет кадров для промышленности, у нас банально даже производство масок для нас это проблема. То есть, тряпочка, две резинки, швея, две человека-операции для нас это проблема в массовом масштабе. То есть, здесь, в данном случае, китайцы двери свои открывают, а от нас зависит вообще, что мы можем в промышленности им дать. То есть, у нас вообще в этом плане достаточно ограниченные возможности, потому что промышленности как таковой у нас свои, ну, будем честно говорить, очень мало осталось. И, конечно же, кризис Китая – это будет небольшим толчком для нашей промышленности, но насколько большим это уже зависит от, скажем так, опытности наших производителей. Павел Ахметов, Московский экономический форум. У меня вопрос такой. Я впервые был в Китае в 2006 году, я так понял, что вы примерно в это же время попали в Китай. И мне интересно будет ваше наблюдение о том, как сам Китай изменился и как изменились сами китайцы. Старое поколение, новое поколение. Я вижу, что существенные изменения происходят, и мне интересно будет ваше наблюдение, как меняется сами китайцы, менталитет, их подход, как бы и отношение к миру, и внутри. Да, тема на самом деле необъятная, как китайцы изменились, потому что, во-первых, китайцы из сельского населения стали городским. В 2014 году впервые количество городских китайцев стало 50%, но китайцы все еще остаются все-таки в менталитете бывшими сельскими жителями. То есть у них вот и отношение и к эпидемиям, и к разным инновациям, у них вот такое. Что я могу сказать? Я был в Китае во времена расцвета китайско-американских отношений и застал окончание этого расцвета и начало эпохи Си Цзиньпина. Я почувствовал, как закручиваются гайки, как страна приходит к единому знаменателю просто во всем. Это было, касалось всей бытовой жизни, и, конечно, Си Цзиньпин навел очень большой порядок в социально-экономической сфере, и те проблемы, кроме коррупции, которые существовали в Китае, это и наркотики, и все остальные. Эти проблемы были значительно решены при Си Цзиньпине, хотя вот у нас никто об этом не говорит. В том случае, если в России произойдет смена энергии и к власти придут силы, которые будут настроены на то, чтобы провести новую индустриализацию, способен ли будет Китай предоставить и поставить станки и оборудование вопреки желаниям глобальных сил? Если очень хочется, и особенно еще за деньги, за станки платят, то точно поставят. Я вам более того скажу, еще до смены энергии в Китае сейчас закрывается масса производств, станки простаивают, и я думаю, что это такая чисто спекулятивная тема, тактическая, небольшой вопрос. Но действительно, сейчас можно будет достаточно дешево покупать китайские станки, потому что, по моим ощущениям, до 25% китайских производств не имеют шанса восстановиться. И второй вопрос. Вы недавно, опять же, на День ТВ сказали, что вот та цифровая диктатура, которая сейчас у нас в России появляется, что это на самом деле не так все страшно, и совершенно все безобидно, мол, это все у нас такая цифровая экономика строится. Но существует и другое мнение. И вот поэтому, может быть, ну это предложение, может быть, ну как, устроить День ТВ, какой-нибудь там, ну, совместный эфир с Четверковой. Ну, прекрасная идея, я более-то вам скажу, смотрите, я открыт для ваших предложений, вопросов. Все, у кого есть вопросы сегодня, могут спокойно мне написать на почту nnvavilov.gmail.com, она есть в моем телеграм-канале, Южный Китай, nvavilov. Вы можете спокойно ее найти, написать. По поводу цифровой диктатуры, конечно, любая диктатура, это страшно, да, если это только не диктатура пролетариата и трудящихся. Вот. Но, смотрите, у вас вопрос очень важный, и мне кажется, я хочу просто поблагодарить вас за него. Почему? Потому что, если вы говорите о смене энергии, да, то вы не можете просто предложить, скажем так, какую-то ветхозаветную повестку, да, что давайте вернемся в СССР. Нет, мы не должны никуда возвращаться, мы должны сугубо смотреть в будущее и использовать те цифровые технологии, то, что сейчас у нас появилось, для того, чтобы дать миру позитивную повестку цифрового экологического социализма. Вот для этого мы должны обратиться к опыту Китая и в том числе объективно смотреть на его негативный опыт. Там, где он, его корпорации, его глобальные капиталистические корпорации используют этот опыт и эти технологии для угнетения людей, а эти технологии, они обоюдоострые, они могут быть использованы и для развития человеческого капитала. Спасибо. Здравствуйте. Вы недавно создали YouTube-канал. Да. Вопрос, будет ли он как-то глобально развиваться или просто как он есть на данном... Он будет развиваться, он будет, будут запланироваться какие-то записи, но я не хочу чистить, да, то есть я не хочу давать записи ради записей, я очень ответственно отношусь и к вам, и к вашему вниманию, я не хочу использовать ваше внимание просто для того, чтобы увеличить количество просмотров на YouTube. То есть если это будет, то это будет цикл лекций о Китае, о современном востоковедении, и мы будем этим очень плотно заниматься. Сейчас я нахожусь в завершающем периоде, мне очень стыдно, что я до сих пор не дописал книгу, да, в первую очередь перед Андреем Ильичем, и перед Майей Ильичем, потому что последние месяцы из-за коронавируса просто нет рук реагировать на все, на все, скажем так, вопросы и так далее. Вот вначале книгу добьем, а потом будем развивать YouTube-канал. Спасибо большое. И второй вопрос. Если все-таки к власти Трамп придет в Америке, будет ли это таким фатальным ударом по комсомолу китайскому? Либо он также, этот комсомол, будет в дальнейшем использовать в борьбе против Си Цзиньпина? Мне кажется, в США, как и в России, вообще ничего не знают о Китае, и они смотрят в среднем по больнице ситуацию, и Трамп будет, конечно же, использовать все силы для того, чтобы хаотизировать, дестабилизировать ситуацию в Китае, в первую очередь для того, чтобы заставить его покупать собственные товары. Например, энергоносители, сельскохозяйственную продукцию и все остальные. Конечно, Трампа нету разницы между Си Цзиньпином и Ликотианом. Он будет на тех и на тех давить и заставлять их действовать вне собственных интересах. Другое дело, что если Трамп останется у власти в Китае, то Си Цзиньпин использует это для того, чтобы добить своих политических противников, и, конечно, это приведет к очень значительному усилению роли армии в политике Китая, которое это уже было в 60-х годах, и политический кризис будет усугубляться, а экспансионистские настроения китайской военной машины, конечно же, получат, скажем так, сильное подспорье, и тут уже у Си Цзиньпина будут руки развязаны, и он будет более активно действовать в отношении Тайваня и в отношении на Южно-Китайского моря. Но мне кажется, что победа Трампа не очевидна в нынешних условиях. Разворачивается коронавирус, непонятно, чем он закончится. Чем закончится нынешнее вчера, объявленное ночью, точнее утром в США, чрезвычайное положение в связи с коронавирусом? У Джо Байдена существуют очень большие шансы стать президентом США, либо у Пенса в случае проблем со здоровьем Трампа занять позицию исполняющего обязанности президента, и тогда, конечно же, комсомол, либеральные силы в Германии и в Китае получат дополнительную возможность для, скажем так, перегруппировки и для того, чтобы нанести более существенный удар по суверенным силам, изоляционистам в лице Си Цзиньпина. Добрый день, Николай. Здравствуйте. Следующее. Вы полчаса назад обновили, что городское население Китая составляет порядка 100 миллионов. Нет, нет. Я сказал, что бенефициарами от реформ стали 100 миллионов человек, чьи доходы достаточно высоки. Городское население Китая составляет 55% примерно от населения Китая. Потому что здесь не бьется. А что 100 миллионов? Это средний класс или что-то? Да, это верхняя часть среднего класса, которые деятели, менеджеры, топ-менеджеры корпораций, обслуживающие персонал крупных компаний, корпораций западных, китайских. Значит, на сегодняшний день городское население Китая составляет 50% примерно, то есть 750 миллионов. Есть некие простые просчеты. Возьмите в Википедии население миллионников городов, не получается 750 миллионов. Ну, что-то порядка 300-350 миллионов. В связи с этим вопрос к вам. Вы не считаете, что китайцы искусственно завышают отчисленность народного населения? Из-за каких-то своих интересов? Какие, во-первых, это могут быть интересы? То есть, чтобы чиновники должны получить дотации? Ну, возможно, но... Экологические квоты, например. Да, экологические квоты. Это очень интересная отдельная тема. Китайцы, у них в связи с этим действует... Есть ведомства по охране окружающей среды, и экологические квоты – это отдельный, очень крупный рынок внутренний, прежде всего, китайцев, между провинциями, северными и южными. Потому что северные, они в основном на угле работают, и там эти квоты больше, где столетейные производства и так далее. И они могут ими осуществлять торговлю внутри рынка. Но население Китая, по моим оценкам, ну, по моему ощущению, соответствует реальной статистике. То есть это миллиард четыреста миллионов, по последним данным. И, в принципе, плюс-минус оно таковым и является. Есть такие скептики насчет китайского населения, говорят, что его меньше, и используют они единственный показатель – это потребление злаков. Но китайцы просто по мере развития стали меньше потреблять злаков. То есть на душу населения они просто стали меньше риса есть. И тут нельзя использовать только один показатель. Я уже это обсуждал в перерыве с читателем моим этот вопрос. Чтобы доказать, что в Китае меньше населения, чем реально они пишут, нужно использовать не только один показатель по потреблению злаков. Надо использовать какие-то показатели, которые регулярно свойственны городскому и сельскому населению. Я такими исследованиями не занимался, поэтому я склонен верить и своим глазам огромному населению Китая, которое существует в городах и в деревне, и официальной статистике. – Высокие технологии в Китае. Китайцы могут многое, но не все. Следует ли ожидать, что в ближайшие годы, там, 3, 4, 5, 10 лет? У китайцев сложится это высокотехнологичное ядро. Они становятся независимы от всего остального мира, уходят вперед, и все они на коне. – Докладываю. По только двум направлениям китайского технологии китайцы превзошли в среднем мировую научно-техническую мысль. Первое – коммуникации, то есть разные коммуникативные, в том числе квантовая связь и так далее. Второе – это биотехнологии. Биотехнологии в сельском хозяйстве. Сейчас сельское хозяйство китайское в целом продуктивнее, чем в среднем по планете. Все остальные технологии у Китая отстающие. Самая проблемная китайская отрасль – это производство микроэлектроники. 95% китайской микроэлектроники – это импортная продукция из Южной Кореи, Японии, Соединенных Штатов. То есть в случае высокотехнологичной войны Китай просто будет лишен чипов для своих всех устройств, которые так или иначе связаны с микроэлектроникой. В период начала 50-х годов Советский Союз помогал создавать Китаю собственную научную школу, но это развитие было прервано. В дальнейшем, когда к власти пришли сторонники китайского НЭПа, они полностью сделали китайскую научную школу зависимой от Запада, от Соединенных Штатов. И сегодня эта зависимость продолжается. Больше всего, конечно, в попытке привязать Китай к Западу, конечно, преуспела шанхайская группа и сам город Шанхай, в том числе дети генерального секретаря Диан Зиминя. Один из них – это руководитель Шанхайского научно-технического университета Шанхай Кладидаши. Значит, он является одним из апологетов создания ядерной энергетики в Китае. И для меня было полным удивлением, что то, что он лоббирует в Китае, должно полностью полагаться на завозное сырье. То есть это для меня просто было шоком, что сын генерального секретаря, бывшего генерального секретаря Компартии, лоббирует создание ядерной энергетики на завозном сырье, которое сделает Китай полностью зависимым. При этом мы должны понимать, что, например, за каждой политической группой стоит своя энергетическая кластер. Например, за комсомольцами Хубея стоит гидроэлектростанция Сансья. То есть они самые главные и научно-технические, и промышленные апологеты гидроэлектроэнергии в Китае. Например, за другими комсомольскими группы угольная энергетика. А что стоит за Си Цзиньпином? А Си Цзиньпин развивает геотермальную энергетику провинции Шинси. То есть это самая экологичная, самая, скажем так, суверенная энергетическая технология, которая Китаю позволит просто, делая глубокие скважины геотермальные, опыты практически все специалисты из Исландии закуплены Китаем, они делают в горах Шинси огромные скважины, и в перспективе эта геотермальная энергетика, за которой стоит Си Цзиньпин, она вытеснит угольную и все остальные энергетики, ну, насколько это возможно, конечно, в ближайшие 10-15 лет. Как соотносится китайская ментальность, это четность мышления иероглифы 2.4.8 с творчеством и способностью к высоким технологиям? Я непосредственно сам вовлечен в процесс взаимодействия по научно-технической сфере в Китае, и я могу точно дать ответ, что китайцы очень имеют ниже среднего способность к созданию собственных научно-технических образцов, разработке собственных технологий и их внедрению. Этому можно посвятить отдельную тему разговора, но реальность состоит в том, что китайцы до сих пор способны только копировать, более того, они видят это как магистральный путь своего развития, то есть они не пытаются создать пока самостоятельную независимую школу. Да, это сильно связано с конкретикой китайского языка, то есть нельзя говорить, что у китайцев вообще нет абстрактного мышления, оно есть, но китайская письменность, китайский разговорный язык и вообще паттерны в культуре, они не способствуют развитию абстрактного мышления. Хотя действительно есть и сложная математика, в средневековом Китае существовало, и двусложные уравнения, все это было в Китае, но, к сожалению, это не привело к научно-техническому какому-то рывку в Китае. Поэтому на уровне культуры, на уровне языка и мышления у китайцев есть определенное отставание в плане создания научно-технических образцов, новых, которые могли бы чем-то удивить мир. И эта проблема существует и у японцев, и у корейцев, но в меньшей степени. Однако нельзя полностью говорить о том, что китайцы не способны к абстрактному мышлению. У китайцев есть нобелевские лауреаты, но если вы начнете анализировать, что это за нобелевские лауреаты, это все были младшие или ученики американских крупных ученых. Я работаю в благосфере, взаимодействую с крупными площадками, такими как Алиэкспресс, Бангут, наверняка вам известны. Поэтому я позволю себе достаточно специфичный вопрос. Я знаю, что у вас очень обширные знания и видения в Китае. Такой вопрос. Как вы оцениваете влияние коронавируса именно на Алибаба и на Алиэкспресс в частности, меня интересует, и какие перспективы вообще этой компании, Алиэкспресс, в первую очередь, вы видите в России и очень важно на мировых рынках, потому что там конкуренция, конечно, со стороны Амазона очень серьезная. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Дело в том, что не только для Алибабы, но и для всех крупных научно-технических корпораций Китая вот этот вирус, он стал толчком для углубления своих технологий. То есть Алибаба вначале столкнулась, самое главное, с кризисом логистики. То есть из-за того, что дороги были заблокированы, все было заблокировано, практически товар не поступал. И они начали использовать технологию быстрой доставки с помощью коптеров гражданских. В дальнейшем, просто испытав небольшой лаг, они начнут продолжать это использовать, и уже теперь никакие вирусы и ничего не будет страшно Алибабе. То есть это не только произошло. Если вы посмотрите на шанхайскую фондовую биржу, то самый большой бенефициар, у кого акции взлетели на 100%, это технология дистанционного управления производством. Компания, которая занимается облачными технологиями в комппроизводстве без людей. То есть у них на 100% выросли акции. То есть вот этот нынешний кризис, он сильно просадил традиционную промышленность и очень сильно стал толчком для будущего развития, дальнейшего развития облачных технологий, и в том числе и для новых корпораций типа Алибабы. Теперь второй вопрос по поводу конкуренции с Амазоном. Для китайцев практически сейчас, как и не вижу будущего, с ними началась настоящая полномасштабная эмбарго по всему миру, которая прикрывается коронавирусом. И, конечно же, продажи китайских товаров упали в Китае, в США, и их основной конкурент Амазон празднует победу, потому что именно они пустили слух через крупнейшие СМИ, что коронавирус передается через поверхности. Все, то есть это смерть китайского экспорта, ну либо какой-то его значительной долей, двузначный какой-то показатель. Я не берусь оценивать, сколько реально китайцы потеряют, но они потеряют очень сильно. И с китайц вступил в настоящую горячую фазу торговой войны, со всем миром причем. Добрый день, уважаемый Николай. Инюшин Валерий, фонд «Судьба бытия», плюс немножко российский, ну или множко российский нефтесервис. У меня к вам два коротеньких вопроса. Первое. Не могли бы вы немножечко осветить так называемую политику и проблему ресурса обеспеченности Китая сырьем, комодитис, в свете идущего так называемого глобального многосистемного кризиса. И второй вопрос. Как раз вы упомянули о микроэлектронике и о неспособности китайцев к контрактному мышлению. Тут я хотел бы вас спросить следующее. Как тогда объяснить то, что уже на протяжении последних трех лет количество патентов в Китае превышает как минимум в три раза патенты, зафиксированные в США, ну и так далее, зарегистрированные в США и дальше там Германии и т.д. и ТП, да, там. То есть практически 30-40% мирового патентования сейчас принадлежит Китаю. Это именно научная сфера. Понятно, что она прикладная, а не оттрактная. Хорошо. Вторая тема такая, тоже научная. Вот хотелось бы понять. Насколько вы, конечно, знаете, как Кита и Вет замечательный, что самая сильная микроэлектроника, которая находится рядом с Китаем, это Тайвань. И, собственно говоря, все оборонные предприятия всех стран мира импортируют Южную Корею, Германию, Тайвань и США. Вот Тайвань в этом смысле их не спасет ли, учитывая разного рода условия? У вас несколько вопросов, постараюсь на все ответить. Дело в том, что первый вопрос по вообще обеспеченности Китаем сырьем, если вдруг ситуация усугубится. Очень интересный вопрос. Почему? Потому что, в принципе, внутри китайские цены, их дешевизна и обеспеченность китайского населения самыми разными коммодитис, то есть это ширпотреб по-русски, он был достаточно на высоком уровне в связи с тем, что была низкая себестоимость логистики, доставки, стоимости рабочих рук. Сейчас рабочих рук днем с огнем не сыщешь, все по деревням прячутся от коронавируса, доставка затруднена, дороги перекрыты, и себестоимость внутренних китайских производств растет. Как на это Китай ответит, очень сложно рассуждать. То есть вот по поводу сырья, значит, да, Китай 65% ввозит нефти из-за рубежа, сейчас он расширяет свои, в связи с низкими ценами на нефть, запасы в нефти, но говорить о том, что когда нефть стоит 25 долларов, о том, что Китай не досчитается, не получит какого-то сырья, наверное, сложно, то есть есть избыток. По зерну, по продуктам питания, ну, пока саранча не съела, все зерно, которое из Эфиопии идет, пока все нормально. Ну и Россия, в принципе, достаточно много поставляет Китай, и, в принципе, у нее диверсифицирован рынок. В данном случае опасности не в том, что товары не поставят, а в том, что просто их некому будет потреблять, скорее всего. Но все-таки действительно по той части комой, которая относится к ширпотребу, действительно существует угроза, что будет резкий рост инфляции на банальные продукты, на банальные вещи, и часть отраслей просто не сможет обеспечить Китай, как масками, вот в начале года, просто не сможет сами себя обеспечить, даже несмотря на то, что уже каникулы прошли. По патентам, значит, во-первых, есть такое понятие у тех, кто патентует, патентные тролли. Что это значит? Это значит, когда в США появляется какой-то патент, сразу же китаец рядом сидит, видит его и копирует его себе в Китае, чтобы на своей территории производить это и защищаться собственными нормами законодательства. У американцев огромная претензия в торговой войне именно по патентам. Второе. В Китае на уровне управления по науке и технике и на уровне других связанных государственных соответствующих структур есть, значит, план как по надоям в Советском Союзе и по патентам. Значит, вот давай мне столько-то патентов. При этом, если вы сталкивались внутри именно с патентной проблематикой, вы, чтобы вам новый патент зарегистрировать, вам нужно просто деталь какую-то, винтик привинтить, там можно даже какую-то несущественную часть к изобретению, и у вас будет новый патент. То есть я не вижу, что на фоне огромного количества патентов есть изобретение. Это как, знаете, не надо путать количество докторов наук и реальное состояние науки в государстве. Микроэлектроника Тайваня. Если будет китайская угроза и не будет американской защиты, вся микроэлектроника Тайваня начнет благополучно работать на весь Китай. И они себя, конечно же, спасут. Но это не значит, что они способны производить новые образцы микроэлектроники. Да, они производство обеспечат. Но так же, как и Южная Корея, будет дальше продавать втихаря, продавать даже во время войны китайцам. Это вопрос цены. Добрый день, Руслан. Вопрос из военной области. Существует ли вероятность военных конфликтов в Китае и Индии? Да, это на самом деле... Это очень острый вопрос. И определенные люди, ну, из-за мирового проекта, так называемого, они рано или поздно, наверное, воспользуются этим, да? Чтобы, как говорится... Да, конечно. Смотрите, спасибо большое за ваш вопрос. Действительно, если мы будем просто использовать не какие-то заявления или анализ каких-то частностей, а будем использовать просто теорию вероятности, что у нас есть Индия, самая крупная держава, которая испытывает недостаток ресурсов, и есть Китай пограничный, да? У них есть две самые крупные сухопутные армии. У них есть население, которое способно пережить эти крупные сухопутные войны. Логично просто предположить, что Китай и Индия когда-то, ну, рано или поздно, да, то есть если там это ружье, вешанное на стенке, оно выстрелит, да? Но теперь нужно рассуждать, когда это все произойдет, а это произойдет, когда произойдет развал глобального рынка. То есть как только экономические связи между США и Китаем, которые сейчас разрушаются, США и Китаем, и Индией, а сейчас это товароборот примерно 50 миллиардов, это не такой большой, кстати говоря, для таких гигантских государств, у нас вот с Китаем 110 миллиардов товароборот. Когда этот товароборот сойдет на нет, когда прецедентов для того, чтобы воевать, будет больше, чем прецедентов для того, чтобы оставаться мирными, такая война произойдет. Я хочу больше того сказать, подчеркнуть, что если вы посмотрите на Африку, Ближний Восток, то вы увидите, что там всего два основных конкурента за нефть и за рынки, это Китай и Индия. И вот за вот эти вот рынки Китай и Индия будут воевать. Тут, конечно, еще в Африке есть Турция, но вот Китай и Индия – это наиболее вероятные противники за войну, за рынки и за ресурсы Африки и Ближнего Востока. То есть вы должны в голове иметь график разрушения мирового рынка, к их связи торгово-экономических, и это будет прямо пропорционально угрозе Китайско-Индийской войны. Более того, вам скажу, что если вы будете следить за динамикой провокаций на Китайско-Индийской границе, то вы увидите, что она по экспоненте растет, там по 400 незаконных, 500 незаконных переходов границы на участке Аравначала Прадеш фиксируется. Там китайцы строят свою инфраструктуру, китайцы пытаются воевать с индусами за, ну, гибридная война за Бирму, идет за Мьянму, да, и большая часть офицеров и руководителей генерального штаба Китая, это люди так или иначе связанные с вот этим индийским потенциальным театром военных действий. Ну, конечно, там есть выходцы и с времен Вьетнамской войны, например, руководитель генерального штаба нынешний Ли Цзо Чен, он герой Вьетнамской войны, но все его заместители – это либо специалисты по ядерным силам, либо кто-то в Танзании работал, кто-то в Непале и так далее. То есть вот возможности и потенциала для китайско-индийского конфликта, как основной магистрального конфликта 21 века, самые большие, мне кажется. Спасибо. Николай, добрый день. Добрый день. Благодарю за доклад. Скажите, у вас два вопроса. Первый – это какова ситуация с водными ресурсами в Китае, статистика и прогнозы потребления на ближайшее будущее. И второй вопрос – как вам видится, исходя из смены мировой парадигмы, борьба от китайских элитных групп? По поводу водных ресурсов. Южный Китай в целом обеспечен водными ресурсами, но большой проблемой является их экологическое состояние. То есть вода и водоемы, они очень сильно уничтожены, загрязнены продуктами промышленной деятельности. То есть это негативный эффект превращения Китая в сборочный цех для американцев. Северный Китай абсолютно подвержен очень большим рискам в этом плане. То есть Северный Китай засушливый. Хуанхэ явно не хватает. Для этого в Китае существует программа по переброске рек Янзы в северные регионы Китая. То есть если ваш вопрос содержал вопрос про Байкал, нужен ли китайцам Байкал, конечно нужен. Если отвалится, почему не подобрать? Но если, как говорится, рассуждать в нормальных парадигме, без конфликтного и союзнического отношения с Китаем, то они этот вопрос водными ресурсами решают через переброску рек Южных на территорию Северного Китая. Вот эта проблема, она очень острая наряду с загрязнением почв, загрязнением воды. Она вот так вот решается. Китайские элиты, грубо говоря, имеют этнический характер. То есть у нас из востоковедения советского при Сталине был изъят термин о составном характере китайской нации. Почему? Потому что в Китае шла, ну, без малого 20 лет точно, если брать вот так вот широкими мазками, гражданская война. И гражданская война эта шла как раз между местными генералами с опорой на местный капитал. То есть было много Китаев и вообще, кстати говоря, Мао Цзэдун провозгласил Хунаньскую республику и был местным генералом. И в его первых работах, до того, как он стал коммунистом, с 2012 по 2020 год, они опубликованы сразу после Сталине в 1990 году, первые работы председателя Мао. Он говорил, что Китай оказался в кризисе, и не лучше ли бы нам разделиться на 27 государств, а нам руководить Хунаньской республикой, причем даже ненародной. Вот это прошлое Мао Цзэдуна мы не знаем, но оно, такие книги есть, такие статьи есть, они опубликованы, просто эта проблема не афишируется. У нас российское востоковение, советское изъяло эту этническую проблематику, и поэтому для нас Китай это темный лес. То есть кто-то с кем-то что-то делит, мы не понимаем, кто с кем, и самое главное, мы не понимаем, как нам вообще, с кем нам договариваться. Приезжает ли Катян, ему руку пожали, приезжает Цзиньпин, ему руки пожали. Я это постоянно наблюдаю. Ну, работаем в этом направлении, и самое главное в этом направлении, в разработке политической теории китайской, это вычленение активных политических субэтносов Китая, то есть разделение, кто, какие группы, за какими группами стоят. Вот в моей новой книге это будет уже более подробно рассмотрено, и эти субэтносы сложились уже в династию Мин, и до сих пор, например, шанхайская группа существует на основе тех триад, тех, скажем так, цеховых объединений, которые работали лодочниками и транспортировщиками-логистами на Великом канале вокруг столицы династии Мин-Нанкини. Они существуют до сих пор, они пронесли через 300 лет свою этническую общность, они пронесли свои этнические корпоративные интересы, они существуют 300 лет подряд. И вот одна из моих основных направлений работы это как раз вычленение этих группировок субэтнических, чтобы мы просто понимали, что происходит. Что будет в Китае, очень сложно говорить, но то, что планировалось с коронавирусом раскачать Китай за месяц, это точно не удалось. Эти действия купировались, и Си Цзиньпин своим визитом в Ухань показал, что все силы, которые хотели нарушить жизнь Китая, они подавлены. Кроме важным очень фактом по поводу визита Си Цзиньпина в Китай, с ним приехали два заместителя Центрального военного комитета. Визит в Ухань он совершал, и кроме членов постоянного комитета Политбюро Ван Хунина, его сопровождало два заместителя по Центральному военному комитету. То есть вот эта операция по, скажем так, локализации политического кризиса, как сказал посол Китая в России, он так и назвал, это политическая эпидемия, она произошла успешно. Другое дело, что силы сторон не исчерпаны, и какие-то столкновения будут. Какого характера они будут, но абсолютно непонятно, потому что уже сейчас люди в Китае начали выходить на улицы с акциями социального протеста, но такого не было. То есть, по моим подсчетам, до 10 городов центральных провели протестные акции с требованием, ну это малый бизнес. То есть это вот как раз люди, которые чем-то торговали, их заставили закрыть. Ну до 2000 человек в городе Дунгуань, в Гуандуне прошла по улицам огромная демонстрация с требованиями, их не стали разгонять. То есть людям дали повод протестовать. К апрелю, как и в 1989 году на Тианьмэне, эта ситуация будет расширяться, и уже мы будем смотреть все новые и новые вот эти вот фрагменты в этой политической драме, можем так сказать. Спасибо. Николай Николаевич, здравствуйте. Меня зовут Кулева Марьяна. Надеюсь, что все докладчики находятся в добром здравии и расположении духа. И у известного востоковеда и китаеведа Андрея Петровича Девятого тоже все в порядке. Очень жаль, что не сможет присутствовать на конференции, но это не означает, что конференция будет менее интересной и жизненно важной. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, потому что на интернет-площадке Ютуб Андрей Петрович набирает обороты и очень круто набирает обороты. Ваше мнение и прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо огромное. Спасибо. Смотрите, востоковеды проводят массу всяких разных конференций, и я думаю, что у каждого есть возможность где-то выступить, было бы только желание. Что касается вообще востоковедения в целом и Петра Андреевича Гвоздькова, он же Девятого, здесь очень важную вещь надо подчеркнуть. Она касается не только его, она вообще касается тех китаистов, которые получили свои сведения какие-то о Китае, о жизни много-много лет назад. Я не буду сейчас ссылаться на опыт Девятого, он прекрасный рассказчик, и это то, что у него нельзя отнять. Он рассказывает красиво, интересно, умеет владеть вниманием, это вот, ну, мало бы знать что-то, важно еще что-то рассказать. Кстати говоря, это важная черта востоковеда, мало просто говорить по-китайски. Надо вот эти вещи донести на русскую почву, на русский ум, чтобы они, мы поняли, кто есть кто, и чтобы у нас какая-то картинная системность появилась. Я хочу сказать в целом о востоковедах, и востоковедах более статусных, чем, ну, не статусных, а облеченных, скажем так, званиями научными. Зачастую бывает такое, что наблюдаешь, когда, ну, кандидат экономических наук, не буду говорить фамилии, выступает и, ну, скажем так, храняет такую фразу, вот, в Китае 31 административная единица. Ну, тоже на дне ТВ я выступал, у меня сразу же сердце забилось, значит, как так, 31 административная единица, а где же Тайвань, а где же Гонконг, а где же Макао? Ведь в Китае 34 административные единицы, и тут у меня возникает вот все вот это вот негодование по поводу востоковедной школы, как так? Ну, неужели человек не знает? Ну, конечно, он знает, просто человек живет 1992 годом, когда Китай еще не был в составе Гонконга, в составе Макао, ну, а Тайвань, может быть, он по каким-то причинам просто забыл, потому что там учился. Вот, это в целом, как бы, о востоковедах. Что касается, в частности, любой востоковед, если это практикующий востоковед, он испытывает очень серьезную, я вам до сих пор скажу, я Китаем с 2000 года занимаюсь, со школы, последних классов школы. И когда до сих пор я читаю китайскую статью какую-нибудь, мне приходится в словарь смотреть, то есть, или смотрю какой-нибудь видеоролик, там что-то человек сказал, я что-то тоже до сих пор не понимаю. То есть, китайский язык – это иная система мышления, и когда ты его выучил, если ты его выучил, то ты не можешь, как олимпийский чемпион, повторить свой рекорд, не занимаясь тренировками. То есть, ты получил золотую звезду на каких-то соревнованиях, чтобы получить следующую звезду, ты должен продолжать тяжелые тренировки ежедневно, еще 4 года до следующей Олимпиады. Не каждый способен, и тут нельзя камень в чей-то в огород кидать, что вот востоковед, он чего-то не знает. Китай – это огромная общность, которая говорит на другом языке, который 3000 лет доказанной истории, и в которой полтора миллиарда человек. С чем это можно сравнить? Возьмем специалистов по той же Италии. Население 60 миллионов человек. Значит, в Милане говорят так же, как в Неаполе, там два звука, может быть, путают. Значит, история примерно такая же, как в Китае. То есть, у них 763 год до основания Рима, а в Китае 2000 лет назад царство Джоу напало на царство Хань, и в этой битве погибло миллион человек. Значит, если мы сравниваем востоковеда с каким-то страноведом, италоведом или галоведом, как правильно, или те, кто занимается Испанией, то мы должны понимать, у них объект исследования в десятки раз меньше, чем у востоковеда. Поэтому на востоковеде всегда большая нагрузка. И если востоковед ошибается, и в том числе я ошибаюсь, я за собой свои грехи знаю, поверьте, я потому что потом проверяю себя, ошибся, досада. Его нельзя корить. И нельзя корить востоковеда за то, что он получил золотую медаль в 1992 году и уже не получил ее в 2020 году. Потому что носить себе китайский язык, это все равно, что носить себе вторую личность. То же самое касается и японского языка, и арабского языка. Это очень тяжело, это ежедневная психическая нагрузка. Немногие справляются. Вот в восточном факультете до 1885 года, который я окончил, там была медицинская комиссия. Ты туда идешь, и ты должен показать, что у тебя нормальный пульс, что ты справишься с тяжелыми психическими нагрузками. Потому что если ты не справляешься, то ты либо уходишь из этой сферы и живешь там историями времен очаковских, либо ты испытываешь тяжелую психическую нагрузку. Поэтому я, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Спасибо. Добрый день, Николай. Очень приятно. Меня зовут Илья. И хотел бы ваш комментарий услышать вот на какую тему. На днях на одном из раскрученных каналов подалось интервью Степана Димуры, и он там немного касался темы с коронавирусом. И он сказал следующее, что вот этот коронавирус, о нем власти Китая знали уже в декабре. То есть там уже были первые признаки эпидемии. И они это признали как угрозу у себя внутри, только уже к концу января уже в этом году. И когда первые стали в других странах мира появляться. И что это был инцидент в некой лаборатории близ Уханя, где разрабатывали, осваивали какие-то биологические образцы. И что по типу инцидента это примерно из того же разряда, как советский Чернобыль. То есть, грубо говоря, пока мир не почувствовал это и не начал ругаться, пока Европа это на себе не ощутила, то есть власти это не признавали. Как вы могли это прокомментировать? Спасибо. Спасибо большое. Мне кажется, по влиянию коронавируса на экономику это два Чернобыля. Вот это точно. То есть это остановка полная всей экономики на месяц. Второй экономики мира это хуже любого Чернобыля. Что касается разных версий о том, что является ли это биологическим оружием. Я не являюсь вирусологом, а если ты не являешься специалистом в той или иной сфере, у тебя должно быть три независимых доказательства о том, что это произведено искусственным путем. То есть, грубо говоря, австралийская какая-нибудь независимая лаборатория, итальянская, и благо случаев хватает, где взять образец, дали бы три доказательства, что это биологическое оружие. После этого можно было бы считать, что действительно это рукотворный вирус. Что касается, действительно, в декабре уже было известно, есть данные в ВОЗе, я смотрел страничку, официальный в ВОЗ, поступила информация в Всемирной организации охранения, что вирус, вот он есть, власти Ухани доложили. Более конспирологически интересным является то, что мэрия Ухани проводила Всемирные военные игры в октябре 2019 года, и там было 300 американских военных. И вот сейчас вот эту версию китайцы сами, сам МИД КНР начал раскручивать. То есть, я вам не могу ответить, я не вирусолог, у меня нет собственной лаборатории, я не проводил исследования, я не знаю, чем отличается обычный грипп от коронавируса, мне кажется, ничем не отличается. И я еще раз подчеркну свой главный тезис, что распространение паники и вот его последствия коронавируса начались с блокирования Ухань, а не из-за смертельных случаев именно в самом Ухане. Потому что, когда его заблокировали, было всего 6 смертельных случаев и несколько сот заразившихся. Ну, грубо говоря, если бы город не заблокировали, в Китае бы погибло, ну, несколько раз больше человек, ну, там живет полтора миллиарда. И мне кажется, что вся паника началась, ну, мне кажется, я так уверен, очень уверен в том, что паника, и я знаю об этом, началась именно с блокирования Ухани, а не со самого смертельного характера вируса. Он не является таким смертельным. Здесь задавали вопрос по Италии. Значит, по Италии абсолютно неясная ситуация. Также неясно, почему умер один из генералов Ксир в Иране, якобы от коронавируса. Да, когда заболевает министр обороны Польши, глава генерального штаба Италии коронавирусом, мне кажется, что-то здесь как-то, ну, это очень, в крайней степени странно, что Си Цзиньпин или Катьян приехали в Ухань и побоялись заболеть. И это был настоящий Ухань, а не картонный, который китайцы построили, чтобы там, ну, как-то показать картинку, видеоряд. С Италией очень странная ситуация. Даже во время чумы тысячу лет назад церкви не закрывали, сейчас закрывают церкви. То есть люди, подверженные эмоциональному стрессу, пожилые люди, пожилые женщины, конечно же, находятся в очень серьезной группе риска в связи с этим заболеванием. При этом я хочу вам сказать, что азиатские мутации, ну, как и любые другие неевропейские, они, конечно, более опасны, как вирус, просто обычный вирус, да, потому что это штамп, которому твой иммунитет не знаком. Они опасны, конечно, для рядового европейца. Может быть, с этим связана повышенная, скажем так, доля заболеваемости в Италии. Ну, и плюс, заметьте, что в Италии заболевания в основном идут в Милане. В Милане огромная китайская диаспора, самая большая в Италии. Я бы сказал, что самая большая в Европе. А можно небольшое уточнение тогда к этому вопросу? Тот же самый Димура говорил о том, что китайцы активно всяческими способами импортируют биотехнологии, в том числе, ну, как на уровне бумажных разработок, так и более живыми, скажем так, образцами. И он еще поднимал там тему, что уровень слежения за безопасностью в биолабораториях, ну, скажем так, оставляет желать лучшего, довольно посредственный. Вот могли бы вы это прокомментировать? И также предыдущий пункт спасибо. Да, то есть, я вам больше того скажу, что бытовая культура китайцев, это сельское население, она находится не на самом высоком уровне. То есть, есть официальные исследования, они, правда, касаются начала 2000-х годов, что средний китаец, даже городской, тратит на свою гигиену 10 минут. То есть, на свою гигиену пространства 10 минут всего, на все. То есть, как бы, это действительно, ну, есть куда стремиться в плане гигиены. То есть, неудивительно, что там происходят такие вспышки, но вспышка от ОРВИ, которая происходит в Китае, она происходит из-за того, что там, во-первых, зимой скапливаются люди, которые на новогодние праздники уезжают домой. Чтобы воссоединиться с семьей, это трудовые мигранты, они скапливаются в вокзалах, автовокзалах, железнодорожных. А второе, отопления просто нету. То есть, центральное отопление не существует в Китае, южнее провинции Хэбэй. То есть, это под Пекином, китайской под Москвой, там нет отопления. Люди мерзнут, трудовые мигранты плохо питаются, конечно, у них есть вспышки, они вместе находятся. То есть, эта вспышка произошла вот так вот. Вот мой вопрос касается Соединенных Штатов Америки и действий их в отношении Китая. Ни для кого не секрет, что республиканцы и демократы фактически единым фронтом в отношении Китая поступают. И это и заявление Байдена, ну и всех остальных должностных лиц. И хочу попросить вас прокомментировать следующее. Сейчас в ноябре запущена стратегия Blue Dot Network, это стратегия голубых точек. Туда входит помимо США еще Индия, ой, Япония и Австралия. Да, и то есть, там одна из инициатив такая, что она будет рассматривать как бы хорошая логистика, плохая логистика для доступа на премиальный американский рынок. Но что еще самое интересное? Продвижением данной инициативы будет заниматься американская международная финансовая корпорация, где один из директоров это Помпео, еще один из директоров это товарищ Грин, это глава USAID. Вот такой вот вопрос. Смотрите, значит, по поводу республиканцев и демократов. Хочу вам нести очень важное уточнение. Трамп всегда позитивно отзывался о Си Цзиньпине. Он даже ему показывал на iPad, как его дочка, кажется, или внучка читает стих на китайском языке. То есть, республиканцы к Си Цзиньпину относятся очень хорошо. Лично к нему. К Китаю, возможно, да. Но инициативы по объявить Си Цзиньпина врагом всего прогрессивного человечества и объявить Си Цзиньпина в том, что он организовал трудовые концлагеря из уйгуров, они исходят из уст Джо Байдена. То есть, демократы конкретно обозначают цель. Что их цель это Си Цзиньпин, их цель это компартия. А республиканцы, наоборот, очень благосклонно относятся лично к Си Цзиньпину. То есть, вот здесь важная вещь это различить, что у них разные ставки на разных людей в Китае. А второй вопрос по поводу голубой точки. Действительно, Китай, Соединенные Штаты при Обаме уже начали проводить стратегию создания единого экономического азиатско-техоокеанского пространства. И просто при Трампе это создается своя его личная инициатива, голубых точек, блудот. Соответственно, не только эта инициатива, в которой сейчас пытался Трамп включить Индию во время визита в МОДИ. То есть, Индия это ударный кулак Трампа против Китая, потому что Япония с трудом вряд ли вяжется в очередную войну, потому что у них есть негативный опыт. То есть, Индия основной ударный кулак вот в этих системе блудот. Ну и плюс новый акт о принудительном уйгурском труде, который лоббирует Рубио и какой-то еще один демократ. Это акт, по которому на любой экспорт из Китая можно наложить запрет, пока компания не докажет, что при производстве товаров не было использовано принудительного труда уйгуров. Американцы считают, что китайцы используют до миллиона перевоспитанных уйгуров в трудовых лагерях на производстве. То есть, практически создается угроза санкций в отношении любой компании, которая не понравится американскому рынку. То есть, тут с двух сторон идет какая-то система преференции для тех, кто может поставлять на американский рынок Австралия, Япония, Индия в противовес Китая. И с другой стороны, вот это вот уйгурский акт. И напомню, спасибо, и до уйгурского акта в 2019 году Конгресс принял тибетский акт. То есть, те, кто в Тибете как-то работали, это в основном комсомольцы, на них можно оказывать давление разное санкционное. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ